Дорогие Арсеницы, поздравляю вас с Днём Города, с очередным Днём Города. Сам я приехал из Москвы, где прожил в Москве полвека. Сейчас в Липецке я живу здесь и планирую тоже прожить здесь полвека. По крайней мере, всё к этому идёт. Я от всей души люблю-люблюбил этот город, он стал одним, и все силы вкладываю сюда. Кто со мной работает, кто-то это видит. И мы создаём и музей, пока его ещё нет, но создаём много, собираем картины, древних книг и икон. Это будет достояние нашей Арсеньевской партии города Арсеньева. Строим духовный центр, занимаемся культурными программами, образовательными. Строим тоже немало. В частности, строим духовный центр. И пять лет назад, примерно, может, немножко поменьше, Господь послал Богу новую главу. И, конечно, радостно, что период его епископского попал на возрождение России, потому что она только несколько лет, как начала активно возрождаться. Это до этого было еще и вопадок в России. И так же и в Арсеньеве идёт активный подъём, об этом все говорят. Это радостно, что мы живём в то время, когда идёт возрождение и России, и нашего Приморья, и Арсеньева. Конечно, с переменным успехом, но оно идёт. И город Арсеньев опять становится городом садом, как некогда был. Один из лучших городов России. И, слава Богу, есть хорошая команда, есть друженьки. Вот, как бы, не люблю просто так хвалить без дела, но хотел бы поблагодарить всё-таки главу нашего города. Потому что при нём действительно строятся улицы, но садал и, как говорится, аккумулируют замечательных специалистов, энтузиастов, предпринимателей, добрых людей. И город возрождается. Это очень радует. И город действительно украшается. Поэтому, конечно же, я уже об этом говорил на раз, что надо, чтобы люди были нравственные, духовные, чтобы не было плакатов скептистов из Хабаровска. Это, конечно, беззаконие. Такого не должно быть. Но те вот нравственные, черные, духовные, художественные – это хорошо. Город у нас замечательный. И вот по поводу нашего репрессионного управления, оно, конечно, возрождается, но не быстро возрождается. Это будет тоже украшением города и края. Такое, хотелось, скажем, сказать, по заводу. У нас два замечательных города-брасюлящих завода. Один из них, можно даже назвать, краевозрющий. То есть это замечательное. Вот было в 70-летие, это вот танки, наши танкисты 70-летие, и много другого. Но вот по поводу социального управления, у нас предприниматели пока подчинят или жертву, это наше какое-то праведное, оно же действительно будет духовным центром города. Но простые люди покупают такие сертификаты, кирпичики, по 100 рублей, кто-то побольше кладет. И в итоге можно оправить где-то на миллион триста, то есть на немалую сумму. Может, для строительства этого громадного комплекса мало, но это немалая сумма. И вот одним из добрых дел, так сказать, поддержать инициативу города, добрые дела для города, Арсеньевской партии, хочется подарить такой памятный сертификат. Именной кирпич 9901, то есть только уже кирпичей мы оплатили в наши горожане. Заведующий детского сада 13, Теремок, Елене Александровне Ботинок, сотрудникам, которые пожертвовали на строительство нашего духовного христилистского центра, в архиальное управление, в женственном христилим храме в городе Арсеньевне. Вот небольшую сумму денег, которые собрали как раз сотрудники. Я считаю, это хорошая инициатива, которую нам тоже принесли. Спасибо.